Одразу два мероприемства прошли днями в областном военном комиссариате. Первый этап призывной кампании и круглый стол по пытаниях патриотичного выхования молоди. Подробности в наступном материале. В период Восинской призывной кампании на терминовую военную службу будет призвана около 2000 молодых людей, а на службу в резерве около 300 человек. Отправки начинаются уже с 14 листопада. В этом году появились изменения в законодательстве Беларуси, которые закранули военную сферу. 8 января текущего года было изменение в закон, в котором внесли следующие изменения. Первое, что призывники, которые заявили желание служить по контракту, они могут не идти на срочную службу, обратиться в воинскую часть, к командиру воинской части. Командир, изучив данного призывника, изучив его личное дело, может принять его на службу по контракту. Второе, значит, на сегодняшний день желающих идти на службу по контракту, так как это только первая отправка у нас таких призывников, в количестве 25 человек мы отправляем на службу по контракту по Брестской области. Своим опытом службы у армии и вспоминами про удел боевых деянех поделился с новобранцами ветеран Великой Отчинной войны Баншенко Миколай. По его словах, для молодых людей служба повинна быть гонором и законом перед своей семьей и державой. Если молодой человек не служил в армии, то он не должен пользоваться и успехов девушек из будущих своих жен. И раньше так и было. Если не служил в армии, за него замуж никто не пойдет. Так само в областном военкомате прошло обмеркование пытаний у патриотичного выхования молодцы. У разумове приняли и удел керавники организации и установы дукации, а так само уделники военно-историчного клуба «Гарнизон». Мы поделились опытом этой работы, какая работа проводится сейчас Белорусским и Американским союзом молодежи. А именно в Брестской области мы выделяем для себя направление гражданско-патриотического воспитания, как именно передовую линию для себя. Менталитет нашего молодого поколения меняется каждый день, каждый месяц, каждый год. Новые интернет-технологии, поэтому обращаться нужно на все эти моменты и заинтересовывать, и работать с молодежью со всех направлений. Подчас посяжения круглого стола отбылась презентация работы Брестского областного союза молодцы и выпрацеваны на керунке работы на ближайшую перспективу. Мирослава Маньковская, Дегра Накопян, областные новины, Брест.